Ксения, Вы говорите, это первая персональная выставка Ваша? Да, в Екатеринбурге. А до этого были какие выставки? Ну, вообще, у нас в Тегиле есть команда, художественная группа, ЖКП называется, и мы уже работаем четвертый год. Вы можете знать, здесь в Екатеринбурге около ГОЦСИИ стоят буквы работы. Это вот как раз мы вместе с друзьями художниками делали. Ну, а персональная выставка у меня была первая в Тагиле, и вот сейчас в Екатеринбурге. То есть такая самостоятельная. А Вы же вот тот знаменитый худограф Нижне-Тагильский закончили, да? Да, да, я и закончила его, и преподавала там еще пять лет. Вот интересно, человек, которого научили наверняка очень красиво, четко рисовать, и вдруг он собирает какие-то непонятные штучки и из них что-то выкладывает. Почему это происходит? Можете объяснить? Ну да, ну, во-первых, я же очень много наблюдаю, и для себя какие-то вещи вычленяю. Вот эти вот, допустим, от батона зажимы. Меня настолько привлекли, что я могу каждый день фиксировать вот этим маленьким зажимом каждый свой прожитый день. То есть у меня, в принципе, все проекты связаны с жизнью, как бы, с документацией жизни. Вы знаете, честно говоря, мне их тоже всегда жалко выбрасывать. Мне кажется, что вот они такие интересные штучки, а вот Вы взяли и придумали из них целый художественный объект. Да, но я очень много экспериментировала, кстати, с ними. Не только вот сейчас-то их так на плоскости распределила, а так я пробовала и какой-то объект сделать. То есть они очень пластичные, можно по-разному играться с ними. А вот на этой выставке, наверное, не все такие необычные объекты, да, которые Вы делали? Какая-то часть только? Или вообще все? Нет, только в Тагиле, но там пространство позволяло. У меня вообще есть 8 планшетов больших, которые мы вывезли из воинской части. У нас в Тагиле разрушенная часть, заброшенная. Огромные пространства. Это советская архитектура 50-х, 60-х годов. И мы нашли там вот эти обгоревшие планшеты, как бы, ну, новую жизнь я им подарила. Там даже оставила где-то вот эти обгорелости, дырки в этих планшетах. Они такие удачные. Большие пространства держат. Два раза я их экспонировала в разных местах. А как с культурным транзитом Вы познакомились? Евгения приехала ко мне в Тагиле на выставку. Но мы тогда не познакомились, потому что у меня не было возможности прийти туда. Вот так познакомились. Потом позвонила, сказала, что понравились работы, впечатлилась и пригласила здесь выставиться. Но для меня тоже это было неожиданно. Ну, это хорошее начало для художника. Из культурного транзита у нас уже звезды потихонечку улыбляются, если можно так сказать. Ну что, спасибо большое. Спасибо вам. Поздравляю вас с выставкой. Спасибо.